Привет, мои ласковые, мои солнечные девчонки, мои хорошие. Начинаю с вами новый влог. Да, садится батарейка. Охренеть вообще, я подготовилась, просто охренеть. И, кстати, всё хочу начать вам влог снимать со своей новой экшн-камерой, но чего-то, чего-то я её не беру всё время. Мне удобнее, конечно, себя видеть, да, как я выгляжу, такая, всё дела. В общем, сейчас я приехала, я готовлюсь ко встрече с любимым, поэтому сейчас у меня волосы, маникюры, педикюры, лазерная эпиляция, всякие уходики, косметологи, массажи, солярии, в общем, всё в скопе, я не успеваю вообще обо всём даже этом говорить. Вот, сейчас я приехала на педикюр, и мне будут делать педикюр, потом я поеду в солярий. В общем, буду вас брать, не знаю, как долго этот влог будет длиться, может быть, до самого моего отъезда. Поэтому оставайтесь со мной. Хотела снять вам, как мне блинобёртывание делали, но с этим инстаграмом всё в инстаграм кинула. Так что вот, кто есть в инстаграме, тот знает. Пришла в салон, тут, оказывается, мне ещё сделали спа, уходик, скрабик, всё входит в стоимость. Вот, смотрите, в каком красивом салоне я была. Это вообще чисто для девчонок, вот такие красивые кресла. Мне кажется, тут каждый, кто приходит, чекинится сразу. А вот педикюр всё. Класс. Всё, сделала педикюрчик, сейчас еду в солярий. Потом, в принципе, никаких дел нет. Может, на массаж удастся записать. Надо прозвонить, кстати. И очень удобно, кстати, расположение такое. Сейчас прям по прямой, без всяких разворотов еду до солярия. Я иду в свой любимый солярий. Вы знаете, пока я снимаю, короче, я смотрю на эту шапочку. Вот она смешная какая-то, согласитесь? Вот она какая-то, ну, нестандартная, какая-то смешная с вулканчиком. Я вроде с ней выгляжу, как какой-то босяк. А вроде и прикольно. Короче, ну, мне нравится. Но иногда я снимаю, короче, видео. Короче, короче. Моё любимое слово, короче. Моё любимый солярий, любимое слово. В общем, я иногда кажусь себе смешной. А вам? Что, сдеваемся? Так, сегодня беру вот такой крем. Выпью тоншот. Всё, по жести, уже собираюсь отъезжать, поэтому... Отъезжать? Уезжать? Поэтому по жести сейчас у меня и бронзаторы. 5 минут солярия, тоншот. Я сейчас выдавлю просто шоколад. Я растекусь здесь. Сейчас что-то задалась вопросом с девочкой, обсудила. Я говорю, во многих магазинах, а во многих салонах или ещё в общественных местах написано, чтобы туалетную бумагу не кидали в унитаз. Я, как понимаю, что засоряется из-за этого, но у меня всё время в голове такое, думаю, ну как она может засориться? Она же сразу разлагается. Сейчас такие тоненькие бумажечки везде. Их вон, блин, намочил, и всё, она рвётся. И кажется, что она там в унитазе сразу разлагается. Я думаю, в туалет можно сходить так, чтобы, блин, там не сразу разложится всё это. И я говорю, почему? А мне говорят, что она, оказывается, на стенке труб там прилипает и не разлагается так быстро, что что-то у меня мифическое какое-то. Так интересно всё время, честно говоря. Я, потому что была убеждена, что туалетная бумага как-то сразу тает, тает в унитазе. И что её можно бросать. Кстати, про туалет, то, что можно сходить и не сразу разлагается. Это я не про себя, естественно, говорила. Я вообще в туалет не хожу. Я к тому, что, ну, люди будут. Ну, и не то, чтобы я следила за другими людьми. Ну, просто знаю, ну, просто знаю мудрость в житейской. Девочки, простите, если кто-то ест, простите. Да, и не то, чтобы я в туалет не хожу и держу всё в себе. Умная мысля приходит, а после... Я просто не хожу, я же волшебная девочка. Я же селена-вселенная. И я просто, ну, просто вот я чисто внутри и снаружи. И просто не делаю то, что делают обычные люди. Ну, что наши детки раскидали игрушки все? Дэня. Дэнь. К бабушке побежал, что-то там взяла, не? Водичку. Водичка, водичка, умой мой личико. Настя, а ты что делаешь? Что Настя делает? Водичку, компотик делаю. Компотик делаешь? А что у тебя там розовое в бутылочке? Из тапочков. Ищу тапочков. Тапочки? Ты делаешь компотик из тапочков? Да, из тапочков. Вкусный компотик из тапочков? Да, да, из тапочков вкусный. Мне не надо компотик. Дэнь, ты что, помогаешь Насте? Не надо в крышку, не надо. Настя, Настя, Дэня, ты только портишь компотик, похоже. Дэни, Дэня, Дэнь, иди маму поцелуй. Дэня. Дэня. Ты что боянишь? Дэнь, ты что боянишь? Да. Дэнь, ты что боянишь? Дэни, пацан, 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 иди к маме. Иди ты. Мы дома у бабушки, у моей мамы, у Дэнины и бабушки. Мы дома. Гля, у меня осталась помада вот тут сверху. И как будто какая-то необычная губа у меня как будто. Она матовая и плохо стирается. А у нас еще Настя в гостях с братом пришли. Только брат ушел ненадолго. Какая-то я смешная. Ты что кричишь, Дэни? Дэнька, ты что кричишь? У тебя есть уже подружки в садике? Да. Как зовут? Их позовут мальчики. И еще девочки и мальчики. Мальчики и девочки? Да. Всем привет. День следующий. Все-таки вот помните, я говорила, что хотела даты писать. Но не могу. Это вот не мое, знаете, как даты писать. Ой, идет уже. Мой братишка идет с племянницей. Мы сейчас поедем за сварочным аппаратом. Нужно мне приварить ворота. Кто там пришел? Да потому что погода. Да? Привет. Кукла. Кукла Настя. Настя. Папа Виталя. Ты такая красотка. Это девочка. Подвигай попку. Подвигай попку. Папа. Залазьте. Как настроение? Нормально. Папка, второй день с малой вдвоем. Вы смотрите? Все. Это так мило, когда мужчины с детьми проводят время. В общем, мы сейчас едем. Опять у меня насыщенный день. И билеты я, кстати, поменяла. И на два дня позже. Так что дела доделаю. Хорошо. Все. Оставайтесь с нами. Вот здесь я снимала клип. Помните? На расстоянии. Вот здесь я спускалась вниз. Там какое-то место искала. Ой. Собаки вам. Сейчас вес пойдет там за дрелью к пацану знакомому. Но у нас это красиво в Нижней Альханровке. Здесь я про Александр Лавский соговорилась. Здесь у нас... Здесь я провела все свое детство. Здесь у нас гурка есть. Сто грамм костей, я помню. Вот мы на ней искала. Лазили. Все, что хочешь. Только что приварил мне брат ворота. Все прекрасно, быстро сделали. Сейчас вот он закинул ее домой. Она будет спать. Мы пойдем... Отвезу его, короче, там еще в одно место. И потом мы поедем... То есть не мы, а я одна. Меня пригласили. Сегодня позвонили спонтанно. В Fashion TV, что ли. Сказали, сделают мне масочки, уходят какую-то. Фотосессию еще и накрасят, и фотосессию. Но я согласилась. Хотя времени не так-то много. Но я согласилась. Посмотрим, как они нас накрасят. Как они поухаживают за нами. Забежала в Фаберлик. Я тут на 14 февраля готовлю любимому расходные материалы. Вот носки. Двое. Дома буду проверять качество потом. Вот такой вот Фаберлик. Боксеры взяла. Взяла два размера. Вдруг одни не подойдут. Потому что он у меня то выхудеет, то поправляется все время. И вот мне в подарок, кстати, там дали вот такой вот спрей. Пятновыводитель. Жидкий спрей пятновыводитель. Универсальный. От кофе тут все. Я люблю такие штучки. Будем испытывать с вами. Вот. Еще не дошел заказ. Еще там костюм спортивный заказала, блин. Ну, в общем, там, видимо, в наличии не было. Попозже будет. Все, идем теперь красоту наводить. Вот не люблю центры из-за того, что здесь негде поставить машину. Это бесит. Но я красава нашла какое-то местечко реально. Иногда некоторые так ставят машины, что ни для кого нет места. Вот. И еще мне приходится обходить, чтобы посмотреть цифры эти. Заплатить за парковку. Блин. Это очень... Это очень-очень неудобно. Я надеюсь, я не зря обхожу сейчас все это дело. 35 рублей стоит. Графировала парковку, чтобы потом забежать и заплатить. Но очень часто бывает, что я забегаю. И абсолютно забываю про все. Но на всякий случай холодно. Ну что, я в Академии красоты у красивого зеркала. Сейчас придет мой специалист. Мы поднимемся наверх и будем работать над лицом. Там был вопрос в анкете, чтобы вы хотели изменить в своем лице. Я так затруднялась ответить. Ну, мимические морщинки написала. Тут так красиво. И я по дороге наконец-таки взяла латте. Но, к сожалению, не делают, блин... Не везде делают вот арабику, мягкую, чтобы можно было выбрать. Поэтому у меня жесткий кофе. Робусто, мне кажется. И самые темные обжарки. Я мучаюсь. Сейчас попрошу сахара сюда побольше. Прям горький. Мой классный макияж. Видно? Какая красивая. Буду сегодня видео снимать. Сейчас памперсы по дороге купила малому. И, как я и говорила вам, я забыла заплатить за парковку. Сейчас иду такая, думаю, где моя машина. Вспоминаю, что парковка платная. Короче, я пришла. И, в общем-то, забыла заплатить за парковку. Надеюсь, что Афли не придет. Но, скорее всего, придет. Надо будет его быстро оплатить. Чтобы 50% было только. Короче, вообще, марка усиленная. Так, ну, макияж может... А, ну, сегодня я буду влог снимать еще чуть-чуть. И покажу вам тогда. Увидите. Классный макияж сделали. Сейчас сияю такая. А угадайте, что? О, скромняха! Смотрите, какая она красивая, такая сияркая. А я такая... Да что-то в твоей камере я сречу ярко. Как ты русская народная барышня. А я вообще... А я как боль вообще. Я в шоке! Да, вот такой малыш, он уже машет. Привет! Денька! Денька такой сладкий. Привет, скажи, Денька. Денька такой... Жестливый какой. Все, мы едем, короче. У нас же все продолжается. Помните, меня ударили там. Мы вот к юристам едем сейчас уже вроде все. А потихонечку решается. И что еще? Что еще? Что еще? У меня же картридж закончился. Я одну ногу проэпилировала, вторую нет. Надо купить картридж. Потом надо сходить в солярий. Мы все продолжаем готовиться. Кристинка мне в помощь. Приехала с малышом помочь. Потому что не могу с ним загорать, понимаете, и много чего еще. Поэтому мы вот едем по делам. Я такая не накрашенная специально для загара. Зато глаза зеленые под шапку. Видали? Вот мы все вместе зашли в собой, да? И Кристинку позвали. Ну это не честно. А сколько пыталась сфотографироваться с дыней? Ну ничего не получилось. А тут раз, да? Да он видишь, тоже вырывается. Я Кристинке заказала тоже как и себе. Обычно я беру, вы уже знаете. Я беру здесь эти, грудку и, ну вы поняли, да? Грудка там и, ну вы поняли. Я забыла, я забыла как называется. Вот честно попробуют все и потом скажут. Ну все, Дэнни, успокойся. Дэнни, успокойся. Ну вы молодцы, так поднялись, классно. Короче, пацан мой, я смотрю, ходит ногами нормально, короче, за ручку, не спеша. Я думаю, может поехать без коляски. Но мне так страшно, что я могу не справиться. И это будет вообще геморрой. Если он захочет вдруг на ручки. Это жесть будет. С чемоданом и на ручках. Смотрите, какая у меня крутая штука. Наконец-таки я ее прицепила. Вот. И сейчас очень удобно сюда было бутылочку поставить. А вообще, когда я кофе, блин, она так классно приделалась. И просто вот, ну блин, супер. Я еще раз оставлю ссылку. Я покупала эту штуку на Алиэкспресс. Я безумно довольна. Она реально вот может крепиться. Вот так там. И стаканчик сюда с колой поставить. Или вот, знаете, мамкам все время. Пока малыш спит, кофе-козыла, гуляешь, попиваешь. Класс, да? Смотри, пожалуйста. И вообще пригодится куда угодно. Ссылку под видео оставлю на эту штуку. Я ее показывала на Алиэкспресс. Я тебя отмечала. Ты ее отмечилась? Где? На в Инстаграме, где я как-то я не за славку кушала. Да. Я не знаю, надо посмотреть. Давай потом. Ну, кушал. Ну, кушал. Ну, ладно, раз Кристинка так бросит, я не могу это бросить. Пришла на почту, получила матовые помады. Так что скоро в покупках Алиэкспресс, смотрите, буду их тестить. Те, которые вам очень понравились, кстати. Доброе утречко, мои крошечки. Сегодня у нас оставалась Кристинка, помогала мне с малышом. Говорила я или нет. В общем, она уже сегодня по делам умотала быстренько от меня. Но мы записали для вас там и видео совместное, и еще там. В общем, бесцеледно она не ушла. Что я так накрасилась сегодня. Короче, выгляжу я не очень, но я иду сейчас в салон делать, наконец-таки, пальчики свои. Мой любимый салон Белис. Не видно. Здрасте. Вон она. Все, раздевайся. Ну что, все процедуры сделали. Кстати, сделали мне маникюрчик. И сделали мне, так как у меня после наращивания ногти такие убитые, прям вообще. Мне сделали биовоск в первый раз. Его нанесли, я думала, будет жирный. Ну, знаете, воск будет жирный. Нет, он весь впитался. Я даже смотрю, что как будто ноготь даже чуть-чуть выровнялся сам по себе. Ну, очень аккуратненько. У меня есть прозрачные лаки всякие дома. Вот сейчас я пока с биовоском этим похожу. А вечерком я уже буду подкрашивать все время лечебным лаком каким-нибудь, чтобы как бы восстанавливался. Но вообще, к любимому я уже сделаю цвет на ручках и на ножках. У меня сейчас есть педикюр, маникюр. Вот. И сделаю цвет, и будет все очень красиво. Также я сделала себе эпиляцию лазерную. Вы знаете, да, я здесь сделаю над губой Элла, сделаю подмышки, делаю... Ой, не помню, как называется. Тоже лазерные, но другой, диодные, по-моему, да. Вот. И обе эти процедуры, сразу могу сказать, они безболезненные. Очень-очень быстро все. То есть мне 15 минут туда-сюда, 15 минут все вышло. Вот. И совсем скоро я буду без волосы. Класс. Все, сейчас я еду домой, сниму для вас одно из видео. Соберу там вещи какие-то, потому что мы у мамы сегодня остаемся в очередной раз. Малыш мой у малыша, малыш мой у малыша, малыш мой у малыша у мамы. Малыш мой у мамы. Соговариваюсь. Вот. Еще я хочу кофейку, хотя я пила сегодня кофеек. Ну, еще хочу взять. Вот. Помада у меня, вот видите, как бы... Это вообще не помада, это у меня с Америки привозила моя одноклассница. Подарочки нам с Кристиной. И вообще это как, знаете, оно как румяна, как для всего. Но я вот в этот раз решила использовать для губ. Что-то в этом есть, да? Ленок, кстати, мой понравился. Ладно, спасибо моей студии Велес. Вообще, они у меня такие хорошие. Кстати, если кого-то будет интересовать, где я делаю все эти процедуры, потому что офигенные косметологи, хорошая аппаратура, люди знают свое дело. Вот им я доверяю. Это я хожу в центре. Не помню, что это за улица. Ворошиловские. Социалистическая, по-моему. В общем, студия Велес. Но я точный адрес оставлю под видео, если кому-то интересно. Звоните, записывайтесь, узнавайте, что, почем, как там. Конечно, там индивидуальный подход, потому что у всех разные. Вот там же я делала свой РФ, лифтинг. Там такая аппаратная косметология на высшем уровне. Специалисты и все как надо. Все знают, все сделают. Вот. Ну все, побежала я. Все, мои хорошие, я еду к маме. Я заехала домой, поделала дела. Что-то там для вас спела, что-то там записала. Короче, все вот так вот. По запросу, кстати, видео записала. И все вот так, вот так, вот так, вот так. В общем-то, все, я сейчас еду к маме, сделала себе вот эту мою умную еду. Сегодня попробовала ванила. Ванила, еще не попробовала, точнее, сейчас попробую с вами. Кстати, мне так нравится вот эта вот умная еда, вот эта вот Energy Diet. Нет, я ей не занимаюсь, чтобы вы понимали, да. Я чисто потребитель. В Ростове здесь девочка занимается. Но мне очень нравится. Ммм, как вкусно. Просто, знаете, бывает, хочется реально что-то там съесть по-быстрому, но я понимаю, что здесь сбалансированная еда. И вот я раз в день, наоборот, даже стараюсь как-то ее выпить, что-нибудь. И реально заменяет еду. Очень сытная тема. Так что сейчас вот я как раз что-то кидала в себя, непонятно что. Вот сейчас вот умную еду, хорошо. А потом мама уже приготовила там рыбку, все дела. Все, едем к малышу моим. Настал тот день, когда я все-таки забыла карту свою на том, на той камере. Поэтому, как я и обещала, давно хочу уже на эту камеру попробовать, посмотреть, что будет. Как я вообще в ней смотрюсь, я не знаю, сейчас я к зеркалу попадаюсь. Я там-то с обратной стороны вижу, тут-то салфинец. Ой! Она же у меня широкоугольная, и я здесь какая-то другая. Ну, подальше, подальше, подальше. Ну, так, я приехала, день следующий, все время забываю вам все сказать. День следующий сегодня будут мне, что, доделывать немножечко, насыщать свет. Чуть-чуть вот это, то, что у нас здесь под, да, внизу было, под волосами, под головой. Я все время не знаю, какое слово подобрать. Под низом, под низом, тут тоже надо правильно говорить. А я не знаю, как, под низом, под низом. В общем, работаем над словами. И ботокс будем делать. Ни разу еще не делала, посмотрю. Ну, для блондинки, мне кажется, хорошо бы, да, волосы еще блестее будут. Блястее будут. В общем, оставайтесь, посмотрим, что будет. Сейчас меня покрасили, осветлили, милировать и нанесли ботокс. Сейчас я сижу 50 минут с ботоксом. И пока я сижу, листаю инстаграм. И мне тут нарисовали так красиво, хочу показать вам. Вот она я. Так приятно, когда люди тебя видят вот такой красоткой. Спасибо. Все, мне закончили, значит, покрасочку, ботокс. Мне подняли, а, я уже все говорила. В общем, после ботокса волосы шикарные, прекрасные. Но процедурку не одну нужно делать, да? Да, да. Мы еще повторим нашу процедурку. Да, эффект накопительный имеет, и он лечит главные волосы. Это хорошо. Потому что у нас все будет вообще просто идеально. Но я считаю, что сейчас идеально. Мне очень нравится цвет. Мне очень нравится, чтобы поднялся чуть-чуть вверх. Пойдемте к свету. Вот, вот так вот. Я вообще довольна. Мне еще кончики немного подстригли. Кстати, я не знала, что рост волос... Многие задают вопросы. Иди сюда, Аня, расскажи, пожалуйста. Девочки, рост волос начинается от концов. Потому что концы, если расслаиваться, волосы, хоть от корня, но они будут ломаться, они растеют. Чем чаще вы будете стричь кончики, тем быстрее и качественнее у вас будут волосы и отрастут. Или ухаживать. Или запах. Или ухаживать, конечно. И еще ботокс, что фишка в ботоксе, он в два раза увеличивает рост волос. Супер, спасибо. Так что у нас с Еленой к лету будет до самого попы. В общем, спасибо, Анюта. Пожалуйста. Я вообще теперь супер красотку поеду к любимому. Просто я не знаю, что со мной сделает. Запрет где-нибудь, не отпустит обратно в ростов. Я в общем довольна, я вообще счастлива. Я кайфую. Все время смотрю здесь, запись пошла или нет. Все, я вышла с салона. Вот при сети днях, смотрите, какие волосики красивые у меня. Я вообще кайфую, мне все очень нравится. Ой, всегда классно найти своего мастера. Что в косметологии, что в выкрашивании волос. И мне приятно, что мне сразу так вот сейчас начали попадаться хорошие мастера. Вот. Я довольна очень. Все, сейчас я поеду домой с малышу. В общем, делать дела. Оставайтесь со мной, надеюсь, что эта камера... Так, я же подошла. Тут у меня полный рупик всего. Так, это. Надеюсь, эта камера будет хорошая. Все будет видно, слышно на ней. Нельзя посмотреть. Нет, цвет шикарный. Кстати, мы немножечко, мне кажется, уходим, так как Аня мешает все время цвета. Да, кстати, кому интересно, это салон Париж. Вот я была в прошлый раз в нем. In Paris называется. На 20-й линии находится. Почти центр, считай, в Ростове у нас. Вот. Очень уютный такой вообще кафе. Сидим, чай пьем. Трендим, но очень так, знаете, все, знаете, как будто очень уютно. Вот, не знаю, другого слова не подберу. Очень уютно. Не во всех салонах так уютно. Иногда приходишь, просто, да, тебе дело, дело, и ты уходишь. А тут как-то вот общение происходит, и вот классно, уютно. Это, что хотела сказать. А, Аня мешает цвета, и я смотрю, что у меня фиолетовый такой вот уже, знаете, он как бы уходит, а появляется реально такое, знаете, серебро такое появляется. И мне он, знаете, нравится больше. Вот. Короче, супер, все. Значит, будем лечить с вами кончики, да, чтобы волосы росли. А я не знала. Я с этой стороны вообще никогда не смотрела. Я думала, что для роста волос нужно укреплять и укреплять корни, там что-то стимулируется. Но это понятно само собой, да, чтобы не выпадали от корня волосы. А мне в голову совсем не приходила та идея, что концы-то ломаются, а если они секутся, то они расслаивают волосы, постоянно ломаются, ломаются, и поэтому волосы не растут. Конечно, тогда, естественно, понятно, что у меня растут волосы, потому что я за кончиками очень хорошо ухаживаю. Я всегда делаю масло, все вот это вот делаю, и все теперь буду советовать. Значит, не только за корнями уход и стимуляция луковиц, а еще и надо следить за секущимися концами, запечатывать их, может, какие-то процедуры делать, масла обязательно после каждого мытья головы. То есть теперь я буду вот рекомендовать это. А я что-то с этой стороны не смотрела. Не, ну это логично, я согласна с этим, да, поэтому вот, знаете, девчонки, все. Деня! Деня, пойдем за бабушкой? Пойдем, где бабушка? Такой смешной бабушкой. Аккуратно. Аккуратно, не упади, смотри. Куда побежал? Дени? Бежит и оборачивайся. Деня, там скользко. День, скажи привет. Всем привет. День. День, сколько упадешь? Так, пришла догонять пацана. Хорошо, луж не это. Ой, в лужу прям бежит. Что это? Скажи, это лужа. Стой. День. Скажи, я в лужу прибежал. Вот она. Хочешь в лужу, что ли, День? Дени. Дени. Ты хочешь в лужу, мальчик? Вышли до магазина, пройти так на улице, как бы не морозно. Хорошо, даже шапку не одеваю. Заодно в магазин и подышать свежим воздухом. Бегу на почту, отправляю девочкам посылочки. Что тут у нас? Вот их витаминки, открыточка от меня с сердечком. Смотри, как я красиво сделала. Вот так вот блестит все. Анселена своей. Класс, да? Вот, витаминчики и масочка. Все, отправляю вам все. До отъезда хочу все успеть. Привет, мои хорошие. Представляете, с этим сторисом в инстаграме я туда все выкладываю. Я забываю, что я вообще влог снимаю. А сегодня, между прочим, последний день. Потому что завтра я уже начну новый влог, когда я буду собираться к отъезду. Сейчас мы с Леной. С Леносик Хайфик. А мы решили сегодня погулять. И это день последний, последний, предпоследний. Перед отъездом, да, день. И случайно припарковались возле кафе Ревгош. Блин, я усеряю его Ревгош. Гаврош. Лена говорит, что известное, какое-то знаменитое, относительно новое, да, заведение. И, в общем, мы здесь решили остановиться. Говорят, давай попробуем, что здесь да как. И вот, короче, мы заказали уже офигенское вино. Я решила выпить пока. Савиньон бланк, каролина, бейдж, что это такое. Забываю название. Оно цветочное. Вот я вообще люблю пиногрижи классическое. Если я не знаю вино, то я лучше не экспериментирую, беру пиногрижи. А здесь, я говорю, а есть, что-то цветочным ароматом. Он сразу говорит, вот это я всем рекомендую, вам понравится. Оно реально очень крутое. Оно сухое. И, ну, что стоит только один аромат. Очень вкусно. Я прям наслаждаюсь калькуем. Что еще? Мы заказали еще кофе. Лата маккиадо. Очень вкусная тоже здесь. Что-то. И я заказала треску с сырными равиоли. Сейчас равиолку только попробовала. Треску еще не попробовала. Я же должна вам тоже сказать здесь. Сторис-то понятно. Я все выставляю о влоге, о кого вы в инстаграме нет. Алино, кстати, есть круассаны. Что вы скажете? А что за круассаны взяла? Ореховый. Вкусный, да? Там прям начинка ореховая. Да. Очень вкусный. Ну, я не могу. Я когда вижу пирожки, булочки. Хрукий, трусик. Ты зашла, сразу его приметила, круассаны. Место, кстати, очень уютное. Тут мало света. Но прям уютное. Прям вот я сразу вспоминаю Москву. Я люблю такие места, которые, ну, на уровне, да, вот как в столице. Там вот стараются все. Я прям здесь чувствую себя очень круто. Вот. Побольше таких мест в Ростове. Рыбка очень вкусно приготовлена. В последнее время я заказываю везде треску. И мне вообще не нравится, как приготовили. Я просто молчу. Какая-то сухая. А здесь прям очень вкусно. Короче, все, что принесли, вообще на уровне вкусно. А Малой, вы понимаете, он молчит. Вы вообще заметили? Он уже минут 15 смотрит мультики. А я спокойно отдыхаю, кайфую. А Лена тоже кайфует. А Лена продолжает кайфовать. Блин, как вкусно. Вот. Ну, сегодняшний день, кстати, все. Я вот еще сниму пару событий, которые там у нас будут по дороге. И все. Ну, конечно, попробую. Все попробую. Я ем такая, болтаю. Потому что я попробую, оцени, скажи, как тебе. Вот. Короче, я отдыхаю, кайфую. Сейчас мне очень круто здесь. Мне нравится. Прикольная футболка, да? Делай добро. Да. Делай добро. Пойдем, пойдем. Чего ты нашел, Дэн? Пошли. Гуляем по садовой. Куда ты пошел? Короче, мы гуляем по садовой с Ленок. Я очень люблю вечернюю садовую. Мой фокус от того, что плохое освещение прыгает. Ленок катит коляску. Я вот малого держу за руку. Он уже у меня так сам может топать. Вот. Короче, очень круто. Столько огней. Садовая вечерняя. Прекрасно. И туман, да? Садовая в тумане. И туман, да. Мы с Ленок ходим парой. Ой, лянь глаз. Что это? Все будет? Что? Все сбудется. Все сбудется. Какая у нас крутая надпись тут мотивирующая. Взяла любимому костюм с Фаберлик. Офигенский. Я сейчас его раскрыла. Весь черный брюки и кофта. Внутри даже с каким-то легким начесом. Качество офигенное. Хлопковое. Сидит. Мне кажется, прям идеально даже размер будет. И лонгслив. Так что я думаю, ему очень понравится. Такой на 14 февраля подарок. В общем, что? Будем заканчивать влог. Уже половина десятого у нас. Я малыша сейчас ложу уже полдесятого в десять. Укладываю. Сегодня мы супер замечательно погуляли. С Ленок. Вообще погода была классная. Вот уже зевает зальчика. Сейчас хоть пойдем. Все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь в этом влоге. И следующий влог это уже будут сборы, поездка. В Москве буду что-нибудь поснимать. В общем, все интересненькое. Буду включать камеру, беру ее с собой. Вот. Все, целую вас, люблю. Увидимся в следующем видео. Пока. Пусть разрывает от счастья лавины. Мне тебя мало. Всегда распространяю.